я вас категорически приветствую на земле казахстана так сложились обстоятельства что долгое время не мог снимать ролики сейчас слава богу все наладилось все невзгоды прошли мимо поэтому потихоньку буду продолжать снимать свои ролики выкладывать их для вас надеюсь будут кому-то полезно есть у меня на канале ролик уже девять лет ему ролик про изготовление совка ролик не самого лучшего качества конечно под музыку много просмотров много комментариев тем не менее сегодня хочу немножко с объяснениями до переснять этот ролик и показать рассказать кое-какие нюансы поехали зачастую после ремонтов окон да и просто в мастерских жестяне чиков до остаются такие вот обрезки ненужные бушные куски металла обычно сдают металлолом их там либо выкидывают куда-то на свалку но будут воспользуемся таким металла из него сделай совочек сам очень для мусора что нам нужно в первую очередь конечно же для изготовления совка в такой большой кусок металла не нужен нам нужен квадратик 250 250 250 миллиметров вот в первую очередь сейчас отрежем от этого кусочка кусок металла до 250 250 миллиметров люди спрашивают часто где взять металл я думаю если он найдете мастерскую гибщиков которые занимаются изготовлением откоса отливов и вообще работают жестью мужики не откажет вам кусочки такого металла там либо в каких-то обрезках потому что зачастую мастерских где большой объем работ по изготовлению всяких доборных элементов накапливается очень большое количество металла и обрезков которые мастера зачастую просто сдают металлолом ну а даже если мастера уж такие алчные и жадные до денег то в принципе можно договориться там побросывается нет по цене металлолом купить несколько кусочков такого металла ну чтобы не ехать на базу или магазин и не брать целый лист из кусочков с таких можно много чего наделать здесь хотелось бы заострить внимание до пластинки металла должны быть прямые прямые углы под 90 градусов поэтому поугольнику отложили все стороны вот такая вот заготовка получилось у нас до перри определяемся какой цвет мы хотим видеть сверху на рабочей стороне вот я сделаю коричневый размечать со стороны грунта размечать можно с помощью линейки можно с помощью циркуля циркулем быстрее поехали первым делом отмечаем 20 миллиметров до по по передней стороне совка это у нас будет линия сгиба боковой части то есть по бокам по 20 миллиметров и спереди 15 миллиметров я потом карандашом обвезу чтобы видно было так по задней части сбоку 36 миллиметров то есть это будет высота 30 миллиметров бортика и 6 миллиметров для для того чтобы сделать отбортовку как бы усиление жесткости и для того чтобы обезопасить бортовка чтобы не обрезаться и она еще усилить немножко бот 36 миллиметров с одной стороны 36 другой и 40 миллиметров по задней части то есть это 30 миллиметров и плюс 10 миллиметров на загиб сейчас карандаш продублирую быстро так теперь проводим линию либо вот так вот очертание совка уже у нас есть так теперь нам нужно отрезать все ненужное отрезаем то есть здесь получается 40 на 6 миллиметров полосочку отрезали и с этой стороны также 40 на 6 здесь вот так вот с угла на угол отрезаем и теперь нам надо вот здесь вот еще сделать надрезы и вырезать уголки много роликов посмотрел до пока пока отсутствовал вот здесь вот мастера не отрезают не вырезает уголок потом при сборке покажу почему это плохо то есть здесь нужно вырезать угол вот оставлю я 15 миллиметров на ушки больше не надо ну и меньше тоже вот так вот вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Защитный бортик, чтобы не порезаться об острый край. Загнуть можно несколькими способами. На кромкогибочном приспособлении станке. Молотком-киянкой. Вот таким приспособлением две пластины по 2 мм. Между ними ограничительная пластина около 1 мм 0,7 мм. На одной пластине вот так фасочка снята. Как работает это? Вставили до упора. Присогнули. 6 мм. Часто выручает, помогает. Вот эта приспособа. Видел у мужиков с ручками такие приспособления. Можно вот так вот приспособить. И будет ручка. Ну, бывают такие моменты, что ручка мешает. Поэтому я жестко не приваривал. Где надо, посильнее. Усиливаю вот этим, а так обычно вручную. Вот загнули. И заваливаем до конца. Я использую такой молоток. Видео есть, как сделать такой молоток на канале. Подваливаем, сильно не плющим. Если акция, то это одноразовая, да, один раз совок, то, конечно, смысла нет приспособлением вот это делать. Хотя есть и заниматься этим. Те же коробочки делать себе в мастерскую. Либо в гараж, то вот эта вот приспособа очень помогает, чтобы молотком не отстукивать. Ну, а если не нужно, то просто молотком берем, выставляем линию 6 миллиметров по краю оправки. Молоточком. Либо киянкой, либо молоточком. Либо, как японские мастера, бруском деревянным. Когда заваливаем, сильно прибивать не надо, чтобы получилось вот здесь металл в виде капельки. То есть, вот этот заворот. Вот в виде капельки, да. То есть, на самом сгибе там есть пустота. Так она, во-первых, эстетичнее и красивее смотрится, а во-вторых, все равно пожестче. Все, бортики отогнули. И теперь приступаем уже к сборке самого совка. Я посмотрел много роликов и обратил внимание, что мастера гнут сначала боковые, как бы вот эти вертикальные, ну, боковые части совка и потом заднюю. Если, допустим, совок будет пошире, либо, ну, даже вот такого формата, то это очень неудобно. То есть, если здесь соблюсти последовательность, да, то, ну, это очень легко и просто сделать. То есть, линия у нас есть, линия гиба. Ставим по краю оправки линию и загибаем. Вот так вот боковую одну согнули. Теперь вторым этапом, это нюанс, очень важный, задний угнем. Если, допустим, нет оправки, да, то это можно сделать на уголке, либо швеллер, зажать в тесы, либо каким-то образом, ну, закрепить на верстаке, на столе, не обязательно рельс. И уголка, в принципе, достаточно. Загибаем заднюю часть. И загибаем вторую боковую. Вот так вот. Теперь загибаем вот эти ушки. Опять же, смотрю, сгибаюсь зачем-то вовнутрь. Ну, в принципе, как бы да, почему нет, как вариант имеет место быть, но хлопотно так. Я погляжу, как они там мучатся, что-то корячатся как-то. Вот, загнули просто. как надо, подтянули, посмотрели. Все. Срезы вот эти, по линии. И теперь вот эти 10 миллиметров. 10 миллиметров вот эти, в принципе, можно сделать 15, 20, 30, но смысла нету. Ну, я, по крайней мере, не вижу. Достаточно 10 миллиметров. Вот. Вот. Все. Ставим так же по краю оправки и загибаем. ПО-КОНИТЕЛЬНЫЙ 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 ПО-КОНИТЕЛЬ прежде чем 10 миллиметров этот вот кромку до завалить максимально натягиваем его здесь по углам чтобы потом когда мы полностью завалим чтобы 10 относительно ушка не торчала она относительно вот этой боковой стороне то есть сначала подтягиваем и потом уже до конца и теперь вот этот момент когда я говорил что угол вырезать на ушках знаю видно не видно то есть получается он подать бортовку зашел то уж к вот это да тут минимально торчит при этом жестко все и здесь уже не зачем не цепляется то есть не выходит за габариты вот это вот на вот так же когда сгибали здесь от острые такие уголочки неплотность получается вот вешаем на оправку и закруглить проверяем пальцем если не колет не корябы все хорошо вот так вот здесь ничего не колет здесь ничего не цепляет не корректирует вот такой вот солок получился да здесь вот тоже борщики вот эти вот смысла нет высокие делать потому как когда заметаешь уже вот в эту сторону больше мусора уходит вот как то так дальше ручку делаем чтобы изготовить ручку нам понадобится полоса металла длина 500 600 миллиметров и шириной 60 миллиметров я буду делать из белого из такого миллиметра и вырезать так полоску сделали еще раз повторюсь 500 600 миллиметров 550 600 там в принципе это неважно от этого зависит длина ручки уже готовой и размечаем 20 миллиметров до с лицевой стороны 20 еще раз 20 так видно не видно и теперь под этим линиям сгибаем также можно воспользоваться киянкой либо молотком вот таким смысл в том чтобы загнуть поставили с одной стороны маяк до чтобы немножко хоть направлял с другой стороны маяк и теперь постепенно гнем по всей длине конечно же эту операцию проще быстрее и качественнее сделать на листогибе но не у всех есть листогибы поэтому делаем вручную один раз загнулись и теперь второй раз по отметке чем шире заготовка тем легче удерживать зачем уже соответственно тем тяжелее и 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 сформировать ручку сейчас покажу как я это делал первым делом заготовку нашу надо разделить на пополам у меня получилось 550 по 275 на сторону линию далее берем какой-то круглый предмет да вот моем случае трехчетвертная трубка и вокруг нее обворачиваем в прошлом ролике старым до который под музыку я это делал с помощью часов очень удобно ну к сожалению не у всех птицы бывают потихоньку постепенно вот так вокруг трубочки отгибаем диаметр трубки может быть ну любой в принципе а а а а и и и и и и Так. Так. Вот примерно вот так вот должно получиться. Но это тоже не обязательно, это уже моя фишка, да, вот так вот. Можно просто завернуть. Мне так больше нравится. Также видел у одного мастера, он делал, брал трубку пластиковую, да, ПВХ трубу. Разогревал ее, одевал на ручку, там какое-то определенное расстояние. Сплюскивал ее теплую. И уже вот, как бы, сама трубка уже придавала жесткости ручке, да. Я в своем старом ролике прокатывал здесь на ЗИК-машине, ну, ЗИК, скажем так, да, объем делал ручки. В принципе, этого всего можно и не делать, потому как, ну, песок не грузить этим совком. Поэтому, как бы, жесткости, в принципе, хватает. Можно и так оставить. Дальше нам нужно определиться, какой угол ручки мы хотим сделать, там, больше, меньше. Для этого берем относительно ребра оправки, смотрим, какой нам нужен угол. И вот на глаз отступаем миллиметров 20-25, да, по одному краю. Второй будет длиннее, допустим. Либо короче, смотря по какой стороне, да. И вот, ориентируясь на эту вот, на ребро оправки, угол выставляем желаемый и загибаем ручку. Потом переворачиваем, ориентируясь уже на согнутую сторону, выставляем так же по краю оправки и вторую загибаем. Вот так вот. Сейчас приставляем к совку, смотрим, как это будет. Примерно вот такой вот угол будет. Дальше немножко марафет наводим на ручки, да, вот эти вот углы они, ну, при складывании кривые всякие получились. Просто берем их и немножко, как бы, уголки закругляем, да, чтобы они никуда не торчали, были скругленными. Это, конечно, мелочи, но, тем не менее, вся тайна в мелочах, да, вся прелесть. Потому как, ну, по наблюдениям, по моим, большинство жестяничков, типа жестяничков, не уделяют этому внимания мелочам. И делают так, лишь бы сделать. Вот так вот закруглили. Все, теперь уже углы не будут цепляться. Все. Теперь размечаем совок. Делим вот эту полученную, получившуюся заднюю стенку напополам. И по 15 миллиметров, в принципе, достаточно. То есть 30 миллиметров, вот здесь вот между углами, вполне достаточно будет. Вот так вот. Вот так вот для ориентации себе отметили. И теперь вот так вот по линиям выставляем и приклепываем. Клепать будем вытяжными заклепками алюминиевыми. Как показала практика, ну, этого, таких заклепок достаточно для такого рода совков. Клепаем. Клянецеркер. 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 заклепки 4 на 10 алюминиевые вытяжные теперь маленько подсадим заклепки вот все принципе жесткости достаточно еще раз повторюсь до песок не грузить им совком этим так какой-то легкий мусор пыль мастерской там гараже собрать самое то такой совочек у нас сегодня получился хочу еще рассказать что форма размеры могут быть строго индивидуальные я руководствовался тем что сказал до вначале ролика что обрезка остается 250 миллиметров у меня там оцинкованная либо если делать допустим массовым много таких совков то 250 250 стандартный лист поровну делит без без обрезков поэтому если делать массово такие совки то на лист этот размер укладывается размеры вот к таким щеткам вполне подходит хотелось бы показать для совок тот который я делал 9 лет назад ролик вышел до про первый совок вот этот совок до сих пор живой и давшие виды правда такая вот проект прокатка здесь алюминиевые заклепки вытяжные совок живой 9 лет работает мастерской в гараже у меня никаких проблем также на превью заставки мне вот такой совок это тот же вот совок который на той заставки да на превьюшки я использую его для печки печка у меня буржуйка стоит в гараже уголь закидываю золу чищу шлак корпус сам совок из 07 металла ручка из 055 тоже по типу как я вот показывал да с прокаткой правда жесткости хватает совок живой не сгорел не умер единственная форма другая ну форма по тому же принципу который я показался построения то есть все зависит от вашего полета фантазии высота ширина длина все на ваше усмотрение принцип построения такой же как вот я показал на этом буду заканчивать свой ролик хочу поблагодарить всех своих зрителей вновь прибывших подписчиков старых своих добрых зрителей особый привет хочу передать моему хейтеру да дорогому любимому сереже кузнецов привет я знаю ты будешь смотреть можешь писать все что хочешь хочу пожелать тебе здоровья крепкого ума побольше вот ну всем своим зрителям хочу пожелать крепкого здоровья берегите себя и главное чтобы было мирное небо над головой слева красивые swept送ает все что хотят улыбаться и остальные Jud hayatы готово мне сказали что об этом все VISTA мое забелось